Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я в Киеве. Я нахожусь на фестивале Видеожара. Это первый день фестиваля. Сегодня 23 июля. Фестиваль проходит в Международном выставочном центре, адрес Броварский, проспект 15. Это была самая длинная очередь, которую мне пришлось выстоять, потому что количество человек, которые решили прийти, просто огромное. Мне нравится атмосфера, которая здесь творит. Пока что официального начала еще не было, но я его жду. Я верю, что оно вскоре будет. В 12 часов анонсировано депиле, если так можно рассказать, всех блогеров, которые приехали на Видеожару. И моя задача не отвлечься, не увлечься чем-то и не пропустить начало этого мероприятия. А вы оставайтесь со мной. Хотя было анонсирование участия очень многих известных блогеров, но если бы вы знали, сколько здесь блогеров-новичков, блогеров-начинающих, блогеров, которые только начинают развивать свои каналы. И очень приятно оказаться в такой атмосфере видеоблогерства, потому что я на подобном мероприятии впервые. Итак, развлечения продолжаются. Только что я была на специальных площадках для фотографирования. И, друзья, это было очень-очень здорово. Давайте услышим, что скажет и YouTube по поводу того, что сегодня произошло у нас здесь в Киеве. Привет, Кирилл! А кто не из Кирилла? Кричите города! Ну чё, ребята, палаты видео жары. Мы в Киеве и Ютуб рады приветствовать вас. Мы безумно счастливы, что вы пришли, что вот эти вот ребята все собрались в одном месте. Ютуб – огромная платформа, в Украине продолжает показывать огромный рост, и вы, и автор – тому прямое подпишение. И у меня вопрос, как все, кто здесь стоит. Я вам проясню, не знаю. Вы снимаете видео? Да! Вы подвинились на следующих поколениях звезд YouTube? Да! Вот и я так думала. А вы знаете, что YouTube сегодня представляет поддержку и помощь каждому автору, независимо от его размера канала и роста? Сегодня, даже если у вас ноль подписчиков, вы уже можете общаться с кем-то из детей, вы уже можете видеть наши новые мероприятия, получить консультацию от нашего подписка про га, получить студию YouTube Space, и, конечно же, в какой-то момент получить серебро, золотую или приливать фриллянтовую кнопку YouTube. Круто! Круто! Здравствуйте! Аплодисменты! Как вы с вами? Сразу все три вышли. И три как-то все вышли. Нет, не знаю, что все нормально. Вы хотели, чтобы получили красивую вышли, как вам удобно. Друзья, с нами еще Елена, 8-6-4. Аплодисменты, пожалуйста. И Наташа Нази. Нормально, давайте хорошие аплодисменты. И что это такое? Вы все знаете о моде. Точно знаете. Вы как минимум красивый одет, и красиво выглядите. Это был комплимент. Что должны знать о моде мужчины? Ну, кроме того, что с сандалиями не надо носки носить. Именно мужики такие, знаете, назовут. А им ничего не надо знать, им надо выделять бюджет и все. И ничего не надо знать про моду? Сандалии с носками. Да, это высшая мода. Это высокая мода. Даже об этом умолчим. Что им нужно знать? Да им просто нужно рядом иметь девушку, которая знает все о моде. Тогда ему не нужно об этом ничего знать. В общем, бьюти-блогеры, если рядом с мужчинами, то все у них будет хорошо. А можно я скажу? Я думаю, мужчинам не нужно слишком даваться в моду, потому что они сразу начинают досматриваться на себя слишком часто в зеркало. А как вам мои штаны? Очень модные. Шикарно. Я знаю про кубик. Я просто красавчик. А где вы их купили? Реклама магазина, я его переименую немножко. Бранди Гир. Секонд-хенд. Нет. Смотрите, влияет ли цвет волос на то, какое платье одеть? Вот, когда выбираете платье. Ну, цвет волос. Ну, в общем, нет, наверное, волос. А цвет волос партнеров? Цвет носков. Цвет носков или? Которые все правильно. Цвет машины, скорее. Цвет машин? Машин. 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 Я думаю, все-таки влияет. Потому что я раньше была брюнеткой, и мне другие вещи подходили больше, чем вот я думаю, сейчас. Не знаю, я не замечала. Не замечали? Да, это все относится к светотипам. Но это серьезная тема. Водинка перекрасится в теплый цвет. Она станет привлекательнее? Да. Нет. Нет? Нет. Я считаю, девушка с любым цветом волос привлекательна. С любым? С любым цветом волос. Полеран. Полеран лучше. Полеран? Да. Хорошо, вопрос от меня. Нет, может, девушки по-другому считают? Ты честная? Я с тобой согласна полностью. Да. Рита, вы проходите, ребят? У детей. Ну, а мы с вами с вами. Вопрос такой. Нужно ли парадью как-то увлекаться мечтой, косметикой, что ли? То есть, знаете, он так выше, по-моему, да? Но уже увлекается, идет пилинг делать. Не знаю, что пилинг. Вот сделаем пилинг. Ой-ой-ой, это очень опасно. Я не очень поддерживаю. Сначала пилинг, потом что-нибудь еще. Что-нибудь еще? Ну, там я не знаю. Что он там может сейчас сделать? Сначала пилинг, потом мужское ветерок. И вот так вот. А потом уже... Потом уже... Потом уже... Это не мужчина. Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА